МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В первые дни после вакцинации стоит спрятаться, потому что в этот момент ваше тело делает антитела против тех записанных компонентов, которые в дальнейшем приведут к формированию нейтрализующих антител или активируются какие-то другие компоненты для того, чтобы выработать и клеточный, и гуморальный иммунитет на инактивированный, убитый, то есть таким образом штамм вируса. Специальных каких-то видов диеты, специальных физических упражнений, специальных видов витаминизации я не рекомендую. Просто думайте о хорошем, высыпайтесь, делайте умеренные физические упражнения в эти дни. Потом, через дней 10, после того, как вы уже будете уверены, что какой-то иммунитет у вас появился, можно эти виды активности даже и расширить. Что такое клеточный иммунитет? Клеточный иммунитет – это также одна из частей иммунной защиты. К сожалению, мы на сегодняшний день не имеем возможности массового определения интенсивности клеточного иммунитета. Если антитела определить не очень дорого и не очень сложно, то для определения клеточного иммунитета нужны специализированные лаборатории и специалисты высшего уровня, которых, к сожалению, у нас не очень много, и они заняты совершенно другими делами. Поэтому на клеточный иммунитет надейся, но сам не плашай, иди и вакцинируйся. Кто переносит прививки легче – мужчины или женщины? Абсолютно никакой разницы по полу пока ещё не установлено. Есть такие наблюдения, что легче переносят вакцинацию лица более старшего возраста. Как отличить без анализов осеннюю простуду от COVID-19? Совсем точно, наверное, отличить не получится, но для коронавирусной инфекции характерно несоответствие температуры и интоксикации. Дальше. Для коронавирусной инфекции более характерна мультисистемность поражения. То есть может быть головная боль, может быть одышечка, может быть понос, может появиться какая-то череда кожных сыпей, потому что основа коронавирусной инфекции – это поражение выстилки средних и мелких сосудов. От этого возникает мультисистемное поражение. Все органы поражены. Обычная же простуда – это, как правило, поражение так называемых верхних дыхательных путей. То есть насморк, кашель, боли в горле не очень большие и небольшая температура. Не вредно ли получать столько доз вакцины с учетом ревакцинации? Чем больше вы тренируетесь, тем становитесь сильнее, тем больше вероятность, что вы победите в спортивном соревновании. В данном случае идет борьба между коронавирусом и вашим телом. Поэтому вы имеете столько прав, сколько прав вам даст Министерство здравоохранения Республики Казахстан. Это зависит от очень многих факторов. Главный фактор – это доступность вакцин. Если все люди будут иметь полный доступ к всем возможным вакцинам, я единственное, что советую – не уповайте только на один вид вакцины. Как в спорте невозможно только бегать для того, чтобы победить на соревновании, нужно качать не только ноги, но еще и пресс, и руки, и шею, и все другие мышцы тела. Точно так же и в плане вакцинации. Получили одну вакцину, в следующий раз получайте другую вакцину. Эффект будет сильнее. Коронавирусная инфекция – один из самых серьезных вызовов последнего времени. Вакцинируйтесь. Защитите себя и своих близких.